Дмитрий Юрьевич, добрый день. Это Сергей Веселовский. Программа «На самом деле». Моя помощница договаривалась, что я смогу задать вам несколько вопросов. Можно ли это сделать? Да, конечно. Я написал в интернете, что американские разведчики сообщили, что было запущено три баллистических ракеты ближнего радиуса действия. Именно это точка «У». Но куда упали, непонятно. Российские средства массовой информации молчат, не подтверждают, не опровергают. А поскольку американская разведка либо черпает информацию из Твиттера, либо сама ее пустит в Твиттер, а потом оттуда черпает, то верить как-то сложно. Понятно. Но как вы полагаете, для чего вообще было произведено? И почему Кэрри вышел и от именем государства Украина предложил нам перемирие срочное? Ну, если строить предположение, то если ракеты взлетели и никуда не упали, то, по всей видимости, они были сбиты в воздухе. Сбить в воздухе их могут только вооруженные силы Российской Федерации. Если это так, то, возможно, именно это вызвало переживание у гражданина Кэрри. Ну, а в целом, опять-таки, судя по сообщениям СМИ, очередное мега-наступление украинских войск захлебнулось в собственной крови и других субстанциях. И им срочно требуется время на перегруппировку. Поэтому выступают с предложениями «давайте сядем за стол переговоров». Точно так же, как в прошлый раз. То есть, переговоры им нужны для того, чтобы перегруппироваться, нарастить силу на определенных участках и перейти к дальнейшим боевым действиям. То есть, перевести дух. Дмитрий Юрьевич, и следующий вопрос связан с так называемой третьей волной мобилизации. От 20 до 70 тысяч мальчиков и дедушек хотят собрать со всей Украины. Для чего, как вы полагаете? Это бросать на Донбасс или все-таки, как они уже пугали, что парад победы в Севастополе хотят в сентябре провести? Ну, я так понимаю, я не военный эксперт, но я так понимаю, что задача номер один – это втягивание России в военные действия. То есть, чтобы мы ввели туда войска. Для этого делается все, что угодно. То есть, вот идут бои на Донбассе и одновременно они накапливают войска возле Крыма. В общем-то, это нападение на Крым, ну, откровенно, это самоубийственная атака будет. Но, само собой, немедленно создаст общественное мнение, что проклятые русские убивают несчастных украинских мальчиков и прочие, прочие. То есть, это, как нетрудно догадаться, называется провокация. В организации провокации, как известно, есть провоцирующий, который получает от провокации пользу. То есть, поскольку сама Украина, не будем лицемерить, это разменная пешка в отношениях между США и Россией, то провокацию устраивает США. Направлена провокация на Россию, пользу от провокации получит тоже США. Ну, а Украина заплатит за это жизнью без своих детей. Как-то вот так. Дмитрий Юрьевич, если бы у вас была возможность обратиться к тем самым матерям, женам, сестрам, невестам американского пушечного сала, вот этого украинских солдат, которых гонят на убой, что бы вы им сказали, как бы их встряхнули от того поморочного состояния, в котором они находятся, и верят всему, что говорят украинские каналы? Да я не думаю, что матери во что-то верят. Нынешние матери ребенка просто в армию отпускать не хотят ни под каким соусом, в обычную армию, не говоря уже про войну. Но чем больше гробов идет с юго-востока, тем для них понятнее, что будет с их детьми. Они уже там дороги перекрывают, захватывают военкомов, жгут повестки, устраивают митинги. Ну, чем дальше, тем будет больше. Чем больше успех, в кавычках, у вооруженных сил Украины на юго-востоке, чем больше гробов, тем активнее будут действовать матери. Я бы сказал, что тут, так сказать, с нашей стороны серьезнейшая недоработка, ибо не организованы комитеты украинских солдатских митей, не поставлена работа внутри них, не блокированы материалы военкоматы, не перекрыты дороги. То есть идеологическая работа опять не ведется. Американцы деньги дают и спрашивают за исполнение, а мы почему-то не даем и не спрашиваем, как будто наших интересов там нет. Это неправильно. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вы, в принципе, подтвердили все, что я и сам бы с удовольствием сказал. И это понимание у меня давно есть. Оно вызрело и уже упало с ветки. Спасибо вам за то, что прокомментировали вот эти вот наивные вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Счастливо. До свидания. С нами по телефону на вопросы отвечал Дмитрий Пучков, известный как сетевой публицист, писатель, переводчик голливудских фильмов и сериалов под ником Гоблин. Так что вот его мнение, в принципе, совпадает с тем мнением, которое высказывает большинство людей со здравым смыслом, просто порядочных людей. А вот последние его слова о том, что очень мало внимания мы уделяем пропаганде среди украинского сегмента населения, американцы не хотят подтверждать. Они считают, что Путин везде, агенты Путина перекрывают дороги, агенты Путина блокируют военкоматы, и каждая мать, которая хочет видеть своего сына живым, это как минимум агент Путина. Вот так и живет Украина. Агенты Путина сражаются с агентами Путина. Где же настоящие, сведомые украинцы, которые будут заниматься разбудовой своей державы, когда они наконец-то возьмут в руки молотки, лопаты, ну не знаю, что там еще надо, шариковые ручки, какие-то вот чертежные инструменты и займутся наукой, производством, сельским хозяйством. То есть тем, без чего Украина, извините, скоро помрет совсем, как государство, как экономика, как территория населенная Homo sapiens. А прыгающие на Майданах, ну это никак не Homo sapiens, это что-то другое из другой области. Их обычно в зоопарках держат в клетках. Вот я не хочу, чтобы остатки украинской нации потом поместили в эти самые клетки и показывали людям, туристам, и на этом зарабатывали деньги. Причем деньги на вас, товарищи прыгающие, не Homo sapiens, и скандирующие про Путина, про славу Украине, деньги на вас будет зарабатывать по-прежнему тот же самый Игорь Валерьевич Коломойский. Он это любит и умеет. Он даже на ваших гробах заработает еще. Вот увидите. Всего вам доброго. Пока. Продолжение следует...